Партнер программы сеть детских клубов Ети и Дети Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Меня зовут Света и сегодня я снова в компании Стеши и Ромы. Мы с ребятами находимся в стране безопасности, где учимся правилам безопасного поведения практически в любой жизненной ситуации. Итак, по итогам двух игр лидирует у нас пока Рома, но выводы делать еще рано, потому что впереди еще целых два игровых дня. Сегодня и завтрашний финал. А сейчас время нашего первого конкурса. Это будет снова конкурс загадок, но я его усложнила. Хотя сами загадки будут, отгадки будут несложными. Итак, слушайте внимательно условия. Ребята, вам необходимо будет, подходите уже каждый к своему стенду, из тех букв, которые у вас есть на стенде, собрать слово «отгадку». Я буду вам подсказывать количество, в принципе, вы будете знать уже сколько там. Каждый правильный ответ, ребята, будет стоить две фишки. За скорость еще одна фишка. Начинаем слева направо. Первое, второе, третье слово. То же самое, Рома. Первое, второе, третье. Итак, первая загадка. Кто в дни болезни всех полезнее и лечит нас от всех болезней? Начали. На скорость задания, не забывайте. Итак, слово «отгадка» у нас какое, дети? Врач. Врач, правильно, правильно, правильно. Фишки я вам потом раздам, пусть они лежат у меня. Ребят, теперь давайте снимем слово «врач». Снимайте буковки эти, снимите, снимите быстренько, в сторону отложите их. И теперь слушаем внимательно вторую загадку. Можете уже взять карточки в руки. Слово «отгадка» будет состоять из восьми букв. Наведет стеклянный глаз, щелкнет раз и помним вас. Ну что, Ром, готов? Хорошо. Фотограф. Правильно, ребята, отгадали. Фотограф. Стеша справилась быстрее, значит, снова она получит. Потом в конце у нас фишку за скорость. А вы готовьтесь слушать третью загадку. Отгадка состоит из семи букв. Не забывайте, что речь идет о профессиях людей. Мы учим детишек читать и писать, природу любить, стариков уважать. Кто учит детей читать, писать, природу любить, стариков уважать? Ромочка, я просила тебя быть более внимательной. Посмотри на свое слово. Так, составляем правильно. Вот, и все. Так уже получилось. Вот, вот теперь правильно, хорошо. Но в любом случае, ты отгадал правильно. Просто за скорость снова и в третий раз фишки получит стеша. Давайте присядем с вами. Итак, ребята, теперь получаем фишки, которые вы заработали. У нас было три загадки. Две за каждый правильный ответ и три за скорость. Это вось, теша, у тебя девять фишек должно быть. Пять, шесть, семь, восемь, девять. Тебе и шесть Ромке. Вот, Ром, держи твои шесть. Шесть, девять за первый конкурс. Ребята, а сейчас время встречи с нашим детским доктором Артемом Витальевичем. Внимание на экран. Ребята, привет. Здравствуйте. Сегодня я хочу поговорить с вами о таком явлении, как носовое кровотечение. Весьма вероятно, со многими из вас это уже случалось. А причины этого могут быть очень разными. Это или травма, или просто слабые сосуды. Но в любом случае, надо попытаться остановить кровь. Запомните, как правильно это сделать. Во-первых, следует сесть, немного наклонив тылоще вперед. Далее, следует слегка прижать крылья носа большим и указательными пальцами носовой перегородки на 3-5 минут. При этом, надо дышать через рот и слегка наклонить голову вперед. Более действенный метод – это вставить нос в кусочек ваты, смоченный в 3% растворе перекиси водорода или просто холодной воде. На область носа можно положить пузырь со льдом или кусочек ткани, смоченный холодной водой. Держать в таком положении 10-20 минут. И не забудьте обязательно рассказать об этом взрослым, для того, чтобы они отвели вас к доктору. А на сегодня это всё. Удачи вам во всём и берегите себя. Зелёно-красный Правильно, ребята, действительно травма. Стеша две фишки за правильный быстрый ответ и одна фишка Роме за правильный ответ. Следующая фраза. Если из носа пошла кровь, надо приложить горячий компресс. Нет. Правильно. Молодцы, ребята. Одновременно ответили, поэтому и очень быстро. Две фишки Стеша, две фишки Ромки. Только холодная вода может в этом случае помочь. Холодный компресс. Третья фраза. Перекись водорода поможет отстановить кровь из носа. Верно. Снова быстро, снова правильно. Поэтому две фишки каждому из вас. Ребят, всё, кладите карточки. На сегодня всё. Давайте сосчитаем, сколько фишек удалось заработать в третий игровой день. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Хорошо. Одиннадцать. Отлично. Итак, и так. Сухарыч. Ребята, вы заканчиваете три игровых дня с равным счётом. Сорок четыре, сорок четыре. Ребятушки, завтра финал. Поэтому готовимся серьёзно, встречаемся и определяем победителя. А сегодня прощаемся с нашими телезрителями. До встречи, ребята. Пока-пока. Пока.